МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер на проекте Ледниковый период. Страсти накаляются. Через две недели финал. Сегодня в нашей студии участники этого проекта и, конечно же, бессменный председатель жюри Татьяна Анатольевна Тарасова у нас в гостях. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Обожаю вас. Но не могу не сказать и зрителям Первого канала, что Марат Башаров сегодня будет у нас в гостях. Да, 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 его специальное появление. С какими чувствами вы проснулись сегодня, Татьяна Анатольевна? Вот две недели до того, как страна узнает очередного победителя в Ледниковом периоде. У меня сегодня у папы день рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ Я проснулась, пошла на работу. Но он бы гордился своей дочерью, вы же понимаете, что это... Вроде я повода не давала. Потом пошла купать на кладбище. Вот это как раз фотография. Как раз первая моя Олимпиада, а папина последняя. Папу лишили возможности работать в 56 лет. Вот это ему 56 лет. И папа поставил вас на коньки? Нет, меня папа не ставил на коньки, меня мама поставила на коньки. Они его поставили на коньки, да и все. И спасибо им большое, что они мне дали такую правильную профессию. Мы должны сказать, что вы выступали в парном катании когда-то, да, и даже победили на Всемирной универсиаде в Италии. У нас есть эти уникальные кадры 1965 года. Боже мой, святая Богородица. Произвольная композиция. КОНЕЦ Но вы стали тренером в 28 лет. Этот рекорд никто еще не... Нет, Андрюш, я не в 28, я в 19, Андрюш. Заслуженным тренером, заслуженным тренером. Ну, заслуженный тренер СССР, конечно, это в 28, да. А вообще тренером я стала в 19 лет. Я вышла на работу в декабре. Месяц перед московским международным турниром за две недели. Стала тренировать пару. Вот с тех пор я счастлива. Счастлива. 41 золотая медаль на чемпионатах мира и Европы. 8 золотых олимпийских медалей. И вот они, ваши победы. Давайте посмотрим. Ирина Руднина, Александр Зайцев, 1976-80-е годы. Два раза, да. Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, 1988 год. Марина Климова и Сергей Пономаренко, 1992 год. Илья Кулик, 1998 год. Оксана Грещук и Евгений Платов, 1998 год. И Алексей Ягудин, 2002 год. Да. Ну и мы видим еще многих-многих знаменитых фигуристов мира, которые тренировались у вас, которым вы тоже передавали свой опыт и знания. АПЛОДИСМЕНТЫ Но они все умеют быть благодарными? Вот они все... Вы знаете, при тренерской работе нельзя ждать благодарности. Прежде всего, ты без этого не можешь. Я не могу без этого, так как вот Шостакович писал, да, что если вы можете не писать музыку, не пишите. Вот я не могу не тренировать. Мне очень тяжело не тренировать. Может быть, я не пробовала, но мне... Я люблю это дело. Я люблю видеть вперед. Я люблю видеть то, чего в них нет и что они увидят через несколько лет. Вот. Я в них это вижу и видела. И я очень довольна своей судьбой. То, что мне никогда не было скучно. Мне никогда не было скучно. И у меня всегда было о чем думать с самого раннего утра до самой поздней ночи. И ночью тоже. Ну, давайте посмотрим, какой вы тренер, строгий тренер и судья в ледниковом периоде. Внимание. Иногда их приходится заставлять работать. Ты смотришь мимо глаз. Мимо глаз это никого не волнует. Если вы еще раз так сделаете, вы отсюда уйдете. Что ты падаешь? Это жесткое на одном движении вверх. Ты что падаешь? Ты смотришь. И она тут прямо, ты смотришь, она здесь прямо на цыпках ходила. Как будто она лебедь какой-то. Я никогда не видела кастомаровские ножки. Они такие ровненькие. Алла, когда ты дала добро на участие в этом сезоне в ледниковом периоде, что для тебя было страшнее? Выступать на льду или слушать, что говорит Татьяна Анатольевна? Вот как раз, наверное, про страх это не моя история. Я не то чтобы не боялась, я очень хотела участвовать в ледниковом периоде, кататься. И на самом деле, когда лично, я считаю, мы получали оценки 5-9, и тем более Татьяна Анатольевна с комментариями, и это было бесценно. Нога не дотянута есть, к чему стремиться к следующей программе. Мне было очень космическо. Голубка. Голубка. Ну, давайте посмотрим на Аллу Михееву и Максима Маринина, ее партнера. И ваши комментарии, безусловно, конечно, Татьяна Анатольевна. Алла, я хочу вам сказать, вы самая смешная. Извините, но я вас называю придурком. Вы такая смешная, замечательная. Ну и как тебе, прозвище придурок? Вы знаете, на самом деле, главное, когда говорят любое слово, да, вот Максим Викторович иногда дубиной называется, сейчас Ивушкой, главное, чтобы это было с любовью и с хорошим отношением. А, Татьяна Анатольевна, вот я прям на сто процентов уверена, она вкладывала в меня, наверное, как вот в такое очаровательное существо, вот что-то самое хорошее. Да, правда. А как вы ее называете за глаза? Татьяна Анатольевна. То есть никакой клички у нее нет? Это молодое поколение устроило, они теперь меня зовут Тат. Тат. Не-не-не, я, кстати, даже об этом не думала, потому что, как Максим Викторович, его сейчас так все называют, он говорит, что придумала мне, погоняла. Вот. Это он такое слово сказал, это не мое. Да, вам. Или мы чего-то не знаем, Илья? Нет, в проекте Татьяна Анатольевна всегда относится с большим уважением, бывает злятся, бывает, говорят, не понимаем, почему такие оценки, но всегда понимают, что ее любое слово, мы можем сто раз с ним не согласиться, внутренне, но потом переработав его... Не видно, Андрюша, что они не соглашаются, а Ромка тут меня чуть не съел. Что произошло, расскажите. Он сказал, что он разочарован, что я неправильно сужу, и первый раз он это чувствует, и что я не вижу то, что я должна видеть. И он искренне это сказал? Он искренне это сказал. Но при всем том, все равно, делая выводы над теми вещами, потому что Татьяна Анатольевна, это такая искренне лакмусовая бумажка, если так можно сказать, потому что она принимает на себя, и ты понимаешь, она абсолютно искренне открывается каждому номеру. Вот это я, конечно, всегда восхищаюсь, насколько можно через себя пропустить уже, казалось бы, тысячные истории, которые мы уже тысячными наваяли. Ну, на чёрт я там тогда сижу, ну скажи, пожалуйста, я что туда просто за зарплатой, что ли, прихожу? Мне, наверное, чего-то не хватает. И поэтому я, ну как я могу... Ну я Роме тоже честно, я Таньке честно поставила оценку, потому что то, что произошло, я не поняла, что они упали. Я поняла, что она что-то сделала так и ловко, и ловко к нему пристроилась. Просто перевезли, думаю, ничего себе, так репетируют, можно голову сломать. Но у меня всегда вопрос. Аллочка ещё, наверное, не родилась, когда Ирина Роднина плакала, получая медаль в Лейк Плейсиде. А где были вы в эту секунду, когда она рыдала? Вот вы... Я смотрела на неё. Вы плакали? Я нет. В тот момент, когда мои спортсмены получают самые большие награды, я в этом не участвую. Меня это, в принципе, не волнует. У меня есть такая черта. Давайте напомним всем зрителям, как... Я на Лёшу вот реагировала, на Кулика, потому что это была какая-то моя, ну вообще... Я куда-то пошла в одиночное катание, очень многим рискуя. Я просто верила. Я с Куликом тоже не плакала, потому что он сказал, ну так откатались третьими-то будем. Я говорю, идиот, мы сейчас с тобой первые будем. Ну давайте посмотрим ещё раз на слёзы Родниной. Внимание. Да, Ира плакала. Это была слеза известная. В интернете про вас тоже много пишут. Я не бываю там. Пока. Может быть, нужно зарегистрировать? Ну так иногда, ну и ладно. Но говорят, что после того, как Ягудин победил, вы даже покрестились, приняли крещение. Нет, это не после того. Я уже была крещённая, когда Ягудин победил. Я покрестилась, когда Климову взяла и приехала с ними на Олимпийские игры. И вот тогда меня батюшка встречал. Ну просто так мы встретились. Я сказала батюшку, у нас тут безнадёга, потому что французы участвуют. И он говорит, а я ваш поклонник. Я говорю, ну тогда, пожалуйста, если мы победим на следующий день, приходите. И он постучался в 10 утра, мы выиграли. И я пошла, и он меня крестил. Я крещённая Олимпиадой. Фантастика. Ну давайте перенесёмся в 1988 год. Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. Давайте посмотрим и вспомним их знаменитое выступление. Фантастика. В своей книге Татьяна Анатольевна пишет про вас, что Наташа и Андрей – моя самая дорогая пара, моя жизнь, моя судьба, моя песня и моя любовь. Но на самом деле, мне кажется, что мы всегда отвечали тем же. Когда мы пришли к Татьяне Анатольевне, я вот от себя могу сказать, когда мне так посчастливилось, и Татьяна Анатольевна обратила на меня внимание и пригласила к Андрею в пару, я не понимала, как, от чего, что она во мне увидела. И это было такое чудо, что такой великий тогда для меня уже тренер поверила в то, что я, все тренеры, которые меня тренировали, говорили, что я ничтожество. Татьяна Анатольевна гениально умеет хвалить. Она тебя будет ругать за ошибки, но она умеет дать тебе уверенность в том, что ты можешь победить. И это главное. Дальше ты готов, ну я не знаю, если говорить грубо, ты готов, ну вот есть все, что угодно, что скажет тренер, или не есть вообще. Но вот ты готов на все, потому что ты веришь ей. И только те, кто верили Татье Анатольевне, те добивались успеха. Были ученики, которые, ну, не ее ученики. Давайте посмотрим уникальные кадры 1983 года из Гостелерадиофонда. Москвичи Наталья Бестемьянова и Андрей Букин в нынешнем сезоне стали чемпионами Европы и вновь завоевали серебряные медали на мировом первенстве в Хельсинки. Настроение у меня хорошее, и у моих воспитанников тоже настроение хорошее. Мы сделаем новые программы, какие они будут. Это только мы сейчас знаем, мы уже знаем, какие они будут. И будем бороться. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу сразу после этого. Мы поговорим с Маратом Башаровым и Татьяной Наской. Оставайтесь с нами. Поперед сегодня вечером все звезды ледникового периода и Татьяна Тарасова сегодня в нашей студии. Давайте вспомним знаменитое противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. В начале своей спортивной карьеры будущий олимпийский чемпион Алексей Ягудин и Евгений Плющенко совсем не походили на непримиримых врагов. И поехал. Руки, руки держи. Поехал. Дальше. Перебежь. Вот они, те редкие кадры, где соперники идут рядышком. Гуляют по Бангкоку. В ту пору они были учениками тренера Алексея Мишина. Что здесь? Город, ты понимаешь? Город весь. Намного позже Евгений Плющенко напишет в своей книге другое шоу про Алексея Ягудина. Ему доставалась лучшая программа, лучшая музыка. Ему всегда уделяли больше времени. И потом Ягудин местный, питерский, а я приехал из какого-то Волгограда. В 98-м году Алексей Ягудин принял решение о переходе к Татьяне Тарасовой. И вот тут разгораются настоящие страсти. Незабываемый для миллионов болельщиков 2002-й год Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Этот номер в исполнении Алексея Ягудина покоряет всех. И оставляет позади главного соперника Евгения Плющенко. И оставляет позади главного соперника Евгения Плющенко. Решение было таким, что после объявления результатов Ягудин встал на колени и целовал лед. А затем прыгал и ликовал, как ребенок. Позже фигуристы поменялись местами. В 2006 году в Турине олимпийское золото завоевал уже Евгений Плющенко. Но спортсмены, которые когда-то мальчишками были вместе, так и не стали больше друзьями. Они не поменялись местами, Андрюша. Это историческая неправда. Никто местами не поменялся. Когда они соревновали, то выиграл Леша Ягудин. Точка. И ушел оттуда. И соперировал бедро. Точка. Катался один с Женей. И дальше он выигрывал. Но когда они соревновались, то выигрывал Алеша. Точка. Точка. А Леша звонит вам? Если он даже не звонит, то я знаю, что он в деле. Я его обожаю совершенно. И если они все не звонят, я знаю, какое место я занимаю в их жизни. И я их люблю. И мы собирались в прошлом году. Все старики. И сейчас мы собирались у Андрюши Миненкова. Кстати, двукратного чемпиона мира. Многократного чемпиона Европы. И серебряного призера. Трехкратного Олимпийских игр. Было 60-летие у моего ученика. У первого. И мы все собирались по этому поводу. И скажу вам честно, что не было больше счастья. Вот и все. Кстати, я хочу, можно дополнить? Татьяна Анатольевна действительно являлась всем матерью. Потому что я знаю, что в ее доме всегда спортсмен мог прийти в любое время, в любую ночь, утром, днем. Были наварены борщи. С любой проблемой. Действительно, которая мать помогала, защищала своих детенышей. Не дай бог, кто-то кого-то обидит из ее детенышей. И это, конечно, не каждый тренер у нас в спорте мог вот так защищать грудью своих детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Вон он какой, Алеша-то. Взял, стал прямо, когда в этом, в Ледниковом, он прямо стал парником. Он и кидал, и бросал. И ни разу не упал с поддержки. Ни разу никого не уронил. Не уронил. Никакой не... Он вообще очень добрый. Не покалечил никого. Не покалечил никого. А мог? Потому что ведь этому не учился. Он берет к себе. Такой с детства человек сильный. Да. Сделать все. Мне же тоже очень, Андрюша, повезло, что я работала с ними, выдающимися. Я, например, Саше Жулину говорю. Саша, ну понимаешь, я не то, что я не ругаюсь, я не принимаю какие-то вещи, какие-то программы. Я не так радуюсь им. Не потому что я их не поставила. Потому что когда он катал программу и был одет в серо-голубое, наверное, 25 или 30 назад, то я эту программу помню. Так вот я хочу, чтобы в танцах у наших были такие программы, которые я могла бы помнить. Вот она. Вот она. Правильно? Я даже помню костюм. Поэтому хочется вот таких вот от танцев, от танцев каких-то, понимаете, сложнейших, интереснейших инноваций. А иначе это все обречено. Вот Петька, Петя, он изменил мое представление о себе. Я очень хотела, чтобы Петя вышел в постановщики, потому что я с ним знакома очень давно. Но Петя начинал у меня в театре. Правильно я говорю, Петя? Да, это было золотое время для меня поучиться уму-разуму у великих и выдающихся людей. Мы с ним гастролировались вместе в Великой Британии полгода. Да. Я видела в нем балетмейстерское дарование, да, и вот сейчас, когда я его встретила, мне хотелось, чтобы он поработал. И вот в прошлом году я его привела, умолила, можно сказать. Татьяна Анатольевна, ну что вы не наговариваете на себя? Я помню, как Петя прыгала от радости, помню ваш звонок мне, как вы сказали, ты его отпустишь к нам? Я говорю, да что, Татьяна Анатольевна, конечно. Я, правда, не знала, чтобы он насовсем заберет. Да, насовсем, Настя, насовсем. А я чего просить, да немножко. Да, вы радио. Скажите мне, но все-таки мне кажется, что фигурное катание это про любовь. Больше чем просто. А вообще все, Андрюш, про любовь. Вот то, что я у тебя сейчас сижу, это тоже про любовь. Я знаю, что вы пришли только потому, что вы пришли ко мне. Вся жизнь про любовь. Тогда мы решили сделать вам сюрприз, Татьяна Анатольевна. И следующий человек, который тоже про любовь, за кулисами, с вашими любимыми цветами-незабудками зимой в декабре. Заметьте. Кто это? Давайте посмотрим. Боже, милая, Светлая. Кто это? Я, правда, не знаю. Леша самая мастерная, мне-то не упала. Леша, здорово. Ну, привет. Давай. Привет. Леша, спасибо большое. Неожиданно. Ой, я тебя, Леша, только и вижу, что по телевизору. К сожалению, Тани нет. Да, к сожалению. Да, которую я очень любила. Это Леша Самойлов, мой первый муж, мы прожили один год. И брат Татьяны Самойловой, Царство Небесное. Да, и артист, театр-современник. И Малого. И Малого. Это уже потом, да. Я познакомилась с тобой с современники, с современники и рассталась. Я продолжаю там служить. Это вы познакомили Татьяну Анатольевну с Галиной Борисовной? Ну да. На свадьбе были Табаков, Галина Волчек и Миша Казаков. Он даже был у нас в дворце бракосочетания. Да-да-да, шофер и шофер. Да, шофер и шофер. Насколько легко было с Татьяной Анатольевной? Легко всегда. Это просто обман. Представляешь? Меня сюда затащили. А? Обман! Татьяна, человек пришел с цветами, с любовью. Нет, я к Лешке очень хорошо отношусь. Ну мужем-то был все-таки. Ну а как же? Ну так. Ну вот вы-то рассмотрите Ледниковый период и видите комментарии Татьяны Анатольевны. Вы всегда, вот как человек, который был с ней рядом, чувствуете, что она может сказать? Нет, об этом я не могу судить. Я просто был благодарен Первому каналу за то, что наконец-то мы из этой среды уличной перешли в нормальный артистический мир, где люди творят искусство и где параллельно со спортсменами работают совершенно непрофессиональные люди. Вот это, чем больше таких программ, тем лучше. Она уже, по-моему, седьмой год. Восьмой. Давайте покажем номер еще участников и победителей первого сезона Марат Башаров и Татьяна Навка. Внимание на экран. Остаемся, я не стану зриться. И виноват, и в этом ты, и я. Утомленное солнце, я ж нас морем прощала. В этот час и признала. О, нет, ты любви. 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 О, нет. Ну как вы вспоминаете, Татьяна, вот те моменты? Ну конечно, если уже 8 лет назад это все было, и никто не ожидал в то время, что это так долго задержится, и это станет настолько популярной передачей для нашей страны, и что вся страна будет ждать каждый год, и в то время, каждую субботу, и мы, наверное, молодцы, потому что мы делаем какую-то сказку, вот во главе с нашим Ильей, Сашей Жулиным, потому что действительно мы делаем сказку, как вот в детстве все маленькие детки ждали в гостях у сказки, и, наверное, сейчас ждут как сказку, потому что мы очень с душой относимся к своей работе, к тому, что мы делаем, и мы любим это дело, и мы действительно получаем огромное удовольствие, и поэтому мы надеемся, еще сколько лет, Илюш, мы можем работать. А я хочу сказать, что дети, которые участвуют в этой сказке, вот, например, в этом периоде, вот мы, детки, тоже попадаем в сказку. Спасибо вам большое за это, это правда. Марат, а что чувствуете вы, когда смотрите на Марата Башарова на экране вот тогда, в 8 лет назад? Как плохо все. Уже тогда? Уже тогда. Я хочу сказать большое спасибо Илье, Татьяне Анатольевне и Саше, всем-всем-всем, кто принимал в самом начале в этом проекте участвует. Вот мы актеры, театры, кино, музыканты, политики, просто спортсмены, которые, ну, так сказать, звезды, да, не спортсмены, которые участвуют. Я хочу сказать вам большое спасибо, что мы, вот я говорю за себя, за актеров, работая в театре, снимаясь в кино, столько килограммов не сбрасывали за время участия в проекте. Да, мы ходим, стараемся ходить и в фитнес-залы, но столько лишнего мы никогда не сбрасывали. Я то не только за себя говорю, давайте посмотрим на всех, на всех участников, как, участвуя в этом проекте, люди прекрасно начинают выглядеть, какие-то становятся худенькие. И я сегодня, вот не с пустыми руками, я сегодня перенес в студию, это, вот знаете, как в хоккее есть кубок Стэнли, так у нас вот на ледниковом периоде есть вот такой кубок, это первый кубок, можно сказать, ну, наш, ледникового, до нашего ледникового периода, это первый кубок, который нам подарили вместе с Таней Навкой. Но так как кубок, так как все-таки это была пара, а кубок был один, то Таня благородно отдала его мне. Я решила, что у меня столько кубков в жизни, а у Марата вот это был первый. Да, и вот это первый кубок в моей жизни, уже 8 лет, я его храню дома. Если хочешь, на 8 лет отдам тебе, пусть у тебя полежит. А вы когда встречаетесь, вот, с победителями, Татьяна Анатольевна, что говорите, вот, там, видите Марата и говорите, ой, привет, Марат. Вот я бы сейчас, Марат, честно тебе привет бы не сказала, потому что ты просто, ну, дождался. Ну, как сказать, ты сидишь, рассуждаешь на передаче, мы все видели здесь передачи, читали, охали, ахали. Я так хочу сказать, тебе слово, Марат, сейчас никто не давал, честно. Потому что или ты извинишься на всю страну и сделаешь это тактично по отношению к женщине, к любой, которую может избить пьяный человек в присутствии своей дочки, или я отсюда ухожу. Потому что тебе вообще, Марат, да, тебе не за столами сидеть, кубки показывать, тебе вообще в другом месте, совершенно в другом месте. Татьяна Анатольевна, я мужчина, и я за свои слова и за свои поступки, конечно, буду отвечать. Должен. Должен, обязан, конечно. Должен отвечать. Мне очень странно, что вы сейчас, ну, так сказать, завели разговор на эту тему, мы так замечательно говорили о вашей работе. Да я не хочу с тобой за одним столом сидеть. Ты что, не понял? И кто с тобой хочет сидеть за одним столом? Татьяна Анатольевна, ну, не надо, пожалуйста. Татьяна Анатольевна, ну, я... Я говорю то, что говорю я, и никого из вас я слушать не буду. Я говорю то, что я чувствую, и так делаю это всегда. Вот и все. Тут он у Андрюши на передаче, была его жена. Вот и все. Хороший или плохой. А теперь я здесь у Андрюши на передаче, Татьяна Анатольевна. Но я не хочу с тобой быть. До свидания, Андрюш. Татьяна Анатольевна. Извините, пожалуйста. Татьяна Анатольевна, вы не хотите со мной сидеть? Я еще не закончил. Я хочу извиниться. И не только перед своей женой. Я очень хочу, чтобы вы остались. Прекрасно. Остались здесь? Прекрасно. Я послушаю. Прекрасно. Я послушаю. Если тебе некому сказать, да это, то я тебе сказала. Я послушаю. Андрюш, вы будете стоять или вы присядете? Я присяжу. Да, спасибо. Мы все стоя будем слушать. Стоя будете слушать? Да, да. Суд идет. Я хочу сказать перед вами, Татьяна Анатольевна, перед всеми гостями, перед всеми зрителями. Я хочу сказать, во-первых, не верьте ни интернету, ни телевидению. Верьте только себе. А своей жене при всей стране я хочу сказать, Катя, я тебя любил, люблю и буду любить. Потому что ты моя жена, я в первый раз женился и буду любить тебя всегда. И я хочу у тебя попросить прощения за все. За все, что люди бывают ссориться. Назовите мне хотя бы одну семью, кто не ссорился. Ссориться. Но нельзя этого носить на общий показ. Нельзя этого делать. Мы взрослые люди, мы сами разберемся. Кто кого бил, вы не знаете правды, Татьяна Анатольевна. Вы не знаете. Так вот, я хочу сказать, Катя, я как любил тебя. Я знаю, до какого состояния ты можешь выпить. Мне этого вполне достаточно. Причем тут выпить, Татьяна Анатольевна. Позвольте мне закончить. Я хочу обратиться ко всем нам, ко всем людям. Люди, давайте будем любить, продолжать любить, потому что без любви нет ничего на этом свете. Нужно уметь любить и уметь прощать. Катя, я хочу попросить у тебя прощения за все то, что между нами было, и хочу попросить у тебя прощения за то, что я где-то не оправдал твоих надежд. Прости меня еще раз, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, что ты сказал эти слова. Потому что это была моя мечта, когда мы все видели эти программы. Ты выглядела ужасающе во всем этом. И была единственная мечта, я тебя, ну вот я тебя видел, ты свой, ты наш. И я мечтала, чтобы ты встал и извинился. Спасибо тебе большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Может быть, Андрей, может быть, с этого нужно было начать сегодня? У нас тема, наверное, другая. Да. Этого не было в нашем эфире. Татьяна Анатольевна, я еще раз при вас и у вас прошу прощения за то, что... У нас, ладно, главное, чтобы жена твоя не осталась на всю жизнь инвалидом. Вот это главное. Ну, это самое главное. Мне кажется, что... Для меня это главное. И чтобы мужчины не позволяли себе поднимать руки, в каком бы они состоянии не были, на женщин. А если они в таком состоянии, они должны идти лечиться к врачам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз всем здравствуйте. Все участники проекта «Ледниковый период» до финала две недели страсти накаляются. И главный председатель жюри Татьяна Анатольевна Тарасова сегодня в нашей студии. Давайте сейчас вспомним историю победительницы третьего сезона Екатерины Гордеевой и ее партнера Сергея Гринькова. Фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков дважды были олимпийскими чемпионами. В 1988 году в Калгари. Гордеева и Гриньков из Советской Унии считаются лучшими фигуристическими парами в мире. А это уже победное выступление 1994 года Лили Хаммера. АПЛОДИСМЕНТЫ Они стали парой, когда Кате Гордеевой было 11, а Сергею 15. Сначала были только танцы, а потом пришла любовь. 20 апреля 1991 года фигуристы поженились, позже обвенчались. Гордеев! Гордеев! Как вспоминала потом Гордеева, на свадьбе молодых поставил ступик обыкновенный вальс. Олимпийские чемпионы не знали, как танцевать его на полу, а не на льду. 11 сентября 1992 года у Гордеевой и Гринькова родилась дочь Дарья. Рожала Екатерина в Америке. В Москве врачи настаивали на кесаревом сечении. Все это время Сергей был рядом с женой, держал ее за руку и целовал. В итоге что же дальше? Я думаю, что дальше мы будем кататься, растить нашу дочь и воспитывать ее теперь сами постараемся, без помощи бабушек. Вот. И, в общем-то, много всего еще впереди, мы надеемся. Да, я думаю, нам нужно сначала чуть-чуть отдохнуть, а потом уже решать, что мы будем делать дальше. Но семейное счастье фигуристов было недолгим. 20 ноября 1995 года во время тренировки в американском Лейк Плейсиде Сергею стало плохо. Он упал без сознания на лед, вызвали скорую, но, несмотря на мгновенный приезд медиков, спасти Гринькова не удалось. Я не могу поверить, что его больше нет. Двухкратный олимпийский чемпион умер от сердечного приступа в возрасте 28 лет. Попрощаться с Сергеем Гриньковым пришли тысячи москвичей. Они не могли поверить, что у этой ледовой сказки такой трагический конец. Похоронили знаменитого спортсмена в Москве на Ваганьковском кладбище. Что вы сейчас чувствуете? И что вы будете делать дальше? Я не знаю. Я не знаю. Эти кадры сняты спустя год после смерти Сергея. Екатерина впервые вышла на лед одна. Свой танец она посвятила своему любимому Сергею. Для меня был хороший шанс, что я могла это показать на льду и своим номером, может быть, показать свои ощущения. После смерти мужа Екатерина написала книгу, которая вышла в Америке и называлась «Мой Сергей. История любви». Спустя пять лет после смерти мужа в жизни Екатерины Гордеевой появился олимпийский чемпион и тоже воспитанник Татьяны Тарасовой Илья Кулик. Все началось с парного номера на ледовом шоу, и через какое-то время оба поняли, что это любовь. Фигуристы поженились. А 15 июня 2001 года в одной из больниц Лос-Анджелеса на свет появилась Лиза Гордеева-Кулик. А это кадры 2007 года. Популярное семейное шоу в Америке на льду Екатерина Гордеева, ее дочь Дарья и с ними маленькая Елизавета. Илья, а кому пришла идея пригласить Катю Гордееву? Она же была участницей ледникового периода тоже. Ну, это, конечно, была моя идея, потому что я всегда с огромным трепетом относился к этой замечательной паре. И вообще, конечно, не влюбиться по-хорошему в Катю было невозможно. Я до сих пор помню эту олимпиаду в Калгари, когда она воздушная девочка, летающая. И вот, знаете, до сих пор, общаясь с Катей, я каждый раз себя ловлю на мысли, что я не верю в то, что это та самая Гордеева, и я ей что-то вообще могу говорить, какие-то замечания. Это настолько хрустально чистый, открытый, безумно трудолюбивый и талантливый человек, что здесь все надо говорить вот в таких превосходных тонах, как я вот сейчас и говорю. И, конечно, это было большим счастьем, участие Кати в нашем проекте. Это был третий сезон. Третий. Егор Бероев. Да, была сумасшедшая борьба. Давайте посмотрим их выступление в 2008 год. КОНЕЦ А вы сразу чувствуете, кто будет победителем в проекте? Вот так, если я положу руку на сердце, кто будет хотя бы в финале? Нет, нет. Ну, так видно, конечно, сразу пары, да. Но вот, например, в этом году я не думала, что вот несколько пар там, что они будут вот так интересно, например, работать, что я спокойно могла бы их рассматривать. Ну, просто как-то это было вообще невозможно, непонятно, как это происходит. Ну, думал так, что Таня тоже придет потихонечку. Ну, как потихонечку? Ну, после рождения ребенка. Ясно, потихонечку. Стоп уже вот так ломаю. Ну, она вообще должна дать программу, как прийти в форму за такое короткое время вообще. Расскажи секрет всем, мне кажется, все женщины России должны записать. Секрет, конечно же, в фигурном катании. Ну, и плюс я называю Егора моим фитнес-тренером, потому что столько, сколько мы тренируемся на льду, работаем, ну, невозможно не сбросить тех килограммов. А вообще лед, я думаю, что посмотрите на нас всех, какие мы молодые. Ну, на меня можно не сбросить. Какие мы красивые. Слушай, прекратите это. А все потому, что это лед, это фигурное катание. Ну, действительно, вот есть какая-то волшебная магия. У нас есть шутка, когда спрашивают, почему ты так хорошо выглядишь? Я говорю, ну, я же в холодильнике хорошо сохраняюсь. Как продукт в холодильнике хорошо лежат, так и вы. Таталья, еще один сюрприз для вас сегодня. Это сюрприз из США. О! Да. Наши следующие гости прилетели из Вашингтона. Узнаете вы их или нет. Давайте посмотрим, встречаем наших героев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, Малик! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Малик! Здравствуйте. Ой, как красавица! АПЛОДИСМЕНТЫ Рассказываю. Это мои любимые артисты. Добрый вечер всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаете, как на первом канале, которая стала женой Шпильманда, родила двое детей и так далее. В общем, они у меня работали в театре, в театре прекрасно работали. Звали мы их мама с папой, потому что их дочка, сколько ей сейчас? Звала вас Татьяна. Да, конечно, она меня звала Таняна, а ты как же? Потому что мы все сидели с ней, я сидела. Потому что они же работали вечерами, а у нас был театр, и это было... И всегда мама уходила с ней, вы ее уложите, а у нас какие-то там праздники. Она уходила уложить и так засыпала вместе с ней, а Марик гулял один. Вот, так что они потрясающе совершенно, потрясающе украшали мой театр. Мы работали в лучших залах Великобритании. Мы не виделись 11 лет. А мы работали в Альберт-Холле. Ничего не изменилось с тех пор. Она такая же красавица. А Марат стал немножко чернобурой. Он был черный, а теперь он чернобурый. Вы смотрите Ледниковый период, скажите? А Ленка будет довольна водорезово. Да, мы очень любим Ледниковый период. И я считаю, что это фигурное катание вместе с искусством. Давайте напомним ваш знаменитый танец. Многим может показаться, что сейчас это компьютерная графика, но танец 1980 года под песню Зацепина, песенка о медведях. Жук, делай, да. Перепарай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok интересную находку. И я клянусь, он пошел в телевизор, отнес в мастерскую. Я вот сейчас смотрю и понимаю, что он был прав. Настолько синхронно. Настолько синхронно. Как это вообще, Марат? Вы знаете, я думаю, что... Я не знаю, конечно, что думал Станислав Алексеевич по этому номеру. Но мне кажется, вообще был этот номер поставлен на две пары. Но так получилось, что в 1981 году мы стали для всех неожиданно чемпионами Советского Союза. А Марина сломала ногу. И на чемпионат мира и Европы поехали мы. И буквально за одну репетицию мы просто взяли, поменяли Стаса с Мариной и катали этот номер вдвоем с Сергеем и Мариной, Черкасова-Шахрай. А потом Марина восстановилась, поправилась. И мы этот номер буквально сделали за одну репетицию, за одну тренировку. И мы еще не все знают, что мы менялись с партнерами в этом номере. Илюш, мне кажется, вы должны взять на вооружение для следующего вашего шоу. Три пары сразу. Три пары сразу. Так выступали танцы тоже. Здесь, знаете, в чем? Это кажется он так. Для нас вообще вот эти вот элементы были не такие сложные. Поэтому мы и могли катать этот номер так синхронно и параллельно. Тут самая сложная позиция у Стаса и Марина. Они в середине. И им сложнее всего, потому что им уже никуда не уйти. А мне главное стоять было на своей линии и делать свое дело. То есть мы, в принципе, эти номера делали за одну тренировку. Марина, а ваша любимая пара какая в ледниковом периоде? Вы за кого болеете? Честно говоря, мы пропустили последний ледниковый период. Я не помню, кто там выигрывает. Мне очень нравится. Там именно Оксанка тебе нравится. Ну, потому что у нее партнер вообще-то сам один из лучших. Да. Который хорошо стоит на ногах, красиво катается. И артистично самое главное. Да. Да, плюс он хрисмотичный. Посмотри. Это Рита, дробяка. Это Леша Тихонов, с которым ты хорошо знаком. Потому что работали вместе в театре. Леша, ну вы расскажите нам. Вам проект нравится? Я, наверное, расскажу, с чего все начиналось. Когда Илья Вербух позвонил и сказал, ребята, приходите, пожалуйста, в проект. А так случилось, что мы... Федерация фигурного катания России попросила нас еще сезон покататься. И мы, в общем-то, пообещали им, что это сделаем. Я говорю, Илюш, как же мы будем это делать? И тут подключилась Мария. И что же она сказала? Что же она сказала? Она сказала, что мы сможем это сделать, да, и... Мы будем совмещать. И спасибо большое. Ну не подумала хорошо головой, честно говоря. Не, ну Маше спасибо большое за то, что она настояла на том, чтобы мы участвовали. Потому что такого счастья, такого разнообразия, программ, историй, образов, наверное, никогда бы не случилось в нашей жизни. Илюше спасибо большое. Я, правда, начал чуть-чуть раньше этим заниматься, потому что Татьяна Анатольевна Тарасова пригласила меня в свой ледовый театр. И ребята много у меня учили, Марина с Маратом, конечно, мастер. Помню был случай, когда в начале своей такой актерской ледовой карьеры я стоял и рассказывал своим друзьям. Представляете, я стою в роли принца, у меня тут любовь, морковь, фигня всякая. И вдруг в дверь Татьяна Анатольевна, что у тебя, она спросила меня. Я говорю, ну, любовь. Вот, сказала она, имей в виду. Маргарита, а ты у тебя какие ощущения от проекта? Знаешь, Андрей, я вот могу Лешу дополнить. Леша как-то умудрился совмещать в первом проекте большой спорт и ледниковый период. Я хочу сказать, что вот сейчас это совершенно невозможно. Потому что уровень наших звезд, катающихся возрос, настолько, что мы действительно за ними еле поспеваем. Вот последние номера, которые мы делаем, вот как катается Лена, например. Ну, какой тут еще спорт, помимо катания с Леной, может быть? Или вот мне, мне очень сильно повезло с партнером, со Стасом Ярушиным. Он бегает по льду с такой скоростью, что мне бы дыхание успеть перевести. И до катания с Побелосом я даже не могу с ним номера для шоу сделать, успеть. Не говоря уже про большой спорт между вот этими тренировками нашими со Стасом. Но я не могу не спросить Иру. Ира, скажи мне, вот мы тебя видим в постоянные ведущие шоу, и ты всегда на льду. Ты уже была на самом большом катке в Европе? Ты про ВДНХ говоришь, Андрич? Да. А там, говорят, сейчас давка. Конечно, там. Пока туда нет. Но я думаю, что в ближайшем будущем я обязательно схожу. Потому что я любительница покататься на свежем воздухе. Катаюсь не только в парках, так же на озере у себя, за городом. С превеликим удовольствием дети катаются, и теперь сами меня пакуют. И говорят, мам, пошли. Ну, а ты чему научилась за 8 лет от Татьяны Анатольевны, наблюдая ее каждую неделю? Ну, я думаю, что в первую очередь это говорить то, что ты думаешь, и не стесняться, что кто-то может действительно оказаться немножко слабее. Но вообще проект, он учит многому. Я не знаю, через нас действительно прошло такое количество интересных людей, спортсменов. И я больше как-то со стороны за всем наблюдаю. И я смотрю на эту борьбу, я смотрю на то, как люди преодолевают свои страхи. Потому что я вижу их и в раздевалках, и на раскатке, и на соревнованиях. Это безумно интересный процесс. Поэтому проект не прошел мимо. А если не секрет, кто твои фавориты в этом сезоне? Не знаю, Андрей, ты знаешь, ребята настолько меняются каждую передачу, что иной раз кажется, ну, вот, наверное, он не поедет, наверное, он не будет кататься. Проходит неделя, и ты видишь совершенно новый продукт, даже можно так сказать. Потому что люди меняются на 180 градусов. Кажется, кто вообще не стоит на коньках, и вдруг они покатили. А потом еще через передачу они уже выходят где-то там под потолком на одной руке зависают. Поэтому здесь непредсказуемо, и опять-таки, лед, он скользкий. И даже те, кто являются фаворитами, иной раз могут споткнуться и упасть. И я искренне за всех переживаю, потому что сама прошла эту школу и знаю, насколько это сложно. Четыре месяца ты находишься в напряжении, ты не имеешь права расслабиться. И действительно, они, они, звезды наши, они тренируются, они сходят с ума, они тренируются с утра до ночи. То есть они укатывают, по-моему, спортсменов настолько, что тут уже и стоит вопрос, кто сильнее, либо спортсмен, либо звезда. А Настя не ревнует, Петя? Я думала, ты спросишь меня, почему я не научилась кататься, хотела тебе сказать, что нет, ну зачем же это, ну к чему же эти глупости-то, скажите, пожалуйста. Я понимаю, насколько это все сложно. А ты ревнует меня к профессии моей, столько времени проводить на льду. Ну, в общем, возвращаясь все-таки к поставленному вопросу. Я понимаю, что насколько это сложно, и хотя, конечно, это невероятно все тактильно, и все друг друга поддерживают, и за разные всякие места, и не только за ручку, да. Но тем не менее, сколько уходит сил, я не знаю, там остается что-то на эмоции. Нет, есть, конечно, создавшиеся пары, но вот я думаю, что если бы я каталась с Петром, у нас был такой опыт небольшой. Нас вот Илья решил поженить на льду, и вот Татьяна Анатольевна нас тоже женила, и нам пришлось откататься, да, вот, да. И нам пришлось откататься, и пока мы тренировались, у меня было полное ощущение, а ведь жаль, всего две недели назад обвенчались, и уже развод нужен, потому что это, конечно, сложно. Такой вот прессинг, когда делай так, не делай не так, я просто стояла, у меня в глазах были слезы, я думаю, не может быть, мой Петя такой мягкий и замечательный, и вдруг... Был такой момент, когда Настя сказала мне, ты знаешь, а вот Илья со мной намного, намного мягче. Да, да, я помню, как ты меня случил тормозить. Это все равно было бессмысленно, не тормозить, я так и не умею, но это было нежно. Ну давайте посмотрим на... Я хочу сегодня показать и напомнить нашим зрителям историю еще одной легендарной пары на льду, Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Их история любви длится уже 60 лет, и вы поймете, почему я сегодня хочу показать их историю. Мне кажется, важно, чтобы мы знали, как они живут сегодня, наши первые олимпийские чемпионы. Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1964 году пара завоевала первую в истории советского фигурного катания золотую медаль. За плечами легендарных фигуристов было еще немало побед и наград, но в 1979 году паре пришлось тайно бежать из Советского Союза. Когда Белоусова и Протопопов приехали на гастроли в Швейцарию, советские олимпийские чемпионы попросили здесь политического убежища. Нам зажимали горло, короче говоря. Поэтому мы решили, что нам лучше быть здесь и выступать на больших полях. Потому что мы знали, что мы можем это сделать. За границей в маленькой швейцарской деревушке Гриндельвальд прославленные фигуристы устроились очень скромно. Здесь это кухня у нас. Ничего. Достаточно для деревни, это хорошо. Наша спальня очень скромная. Арсенал. Когда мы ездили за рубеж, если выступали, то все свои суточные мы тратили на материалы. Долгие годы супругам пришлось жить по временным документам. Из-за этого они не смогли завести детей. Когда мы решили уехать, мы уже детей завести не могли. Потому что если бы ребенок там остался, он бы был заложником нашим. Практически мы отдали всю свою жизнь фигурному катанию. И считаем, что все фигуристы – это все наши дети. И спустя почти 50 лет Людмилу Белаусову и Олегу Протопову до сих пор греют их прошлые победы и воспоминания. Ровно через 50 лет... Наградили меня. Награждение. Да, идет награждение. Да. Давай. Мне как-то одна фигуристка из ГДР сказала, любите друг друга, и вы выиграете. И вы будете первыми. Первые советские олимпийские чемпионы в возрасте 80 лет не потеряли былой формы. Накануне Олимпиады они еще выписывали лихие пируэты и выполняли сложнейшие поддержки. Костюм, которым я... Прилучился. Это рачка. Моя сестра. Людмилевна сестра шла мне. Этот костюм. Я достаю свои конечки, которым уже много лет. С 97-го года. А мои какие-то с 79-го года. С 79-го года. Я катаюсь на них. Это русские коньки. 33 одежки. И эти достюшки. Вот только в этом году легендарные фигуристы практически не выездные. Людмила Евгеньевна сейчас проходит курс химиотерапии. Олег Алексеевич ни на минуту не оставляет супругу, с которой он не разлучен вот уже 60 лет. Пищеволе. Ох, ничего не ела никогда. Пусть. Еще раз всем здравствуйте. Все звезды проекта «Ледниковый период» сегодня у нас в гостях вместе с председателем жюри Татьяной Тарасовой. И в нашей студии сегодня Геннадий Михайлович Карпоносов, олимпийский чемпион 1980-го года. Вы смотрите проект? Вы меня извините, я, честно говоря, вообще не понял, с какого боку меня пригласили. Потому что в проекте я участвовал за 8 лет один раз, две недели тому назад в качестве судьи. У Тани Тарасовой я тренировался, по-моему, месяца два. То есть я не ее спортсмен. Что касается проекта, можно ложку дегтя? Ну, я же без этого не могу, вы знаете, да? Илья это знает точно. Понимаете, у нас сейчас, к сожалению, закончился селекционный набор фигурного катания. Ну, в связи с финансовыми трудностями у тренеров, у нас происходит набор. То есть берут всех. И вот приходит мама, говорит, вот мой. Он стоит такой. Можете из него сделать фигуристы? Тренер смотрит, ну, могу. Через месяц мама приходит, стоит такой же. Она говорит, ну что? Говорит, растет, растет, очень сильно растет. Еще месяц проходит, ну, понимаете, мальчик по набору прошел. Не по отбору, а по набору. Он, ну, уже не вот так стоит, а вот так уже стоит. Но стоит. Говорит, слушайте, вы что и сделаете, как тренер? Вообще, тренер вообще, кто вам диплом давал? Кто вас квалифицировал как тренер? Посмотрите, в ледниковом периоде приходит артист, условно. Михеева. И за три недели она катается на уровне сборной команды. Значит, что, к Авербуху и к Жулину идти? Больше не к кому, что ли? Ну, это так шутка. А, в принципе, конечно, это очень хорошая идея. Это действительно... Вы знаете, это были проекты во многих странах. Типа такого, катаемся с чемпионами. Они назывались скейтинговые старс в основном. И максимум они продержались, ну, три года от силы, даже в такой стране, как США. Ну, вы говорите уже со знанием дела, потому что вы вместе со своей супругой Натальей Леничук уехали в Америку, да? 20 лет назад. А? Давайте посмотрим, как живут сегодня олимпийские чемпионы 1980 года. Там. Внимание. Ага. ПОТИССКИЙМЕР После своей олимпийской победы Наталья Ленчук и Геннадий Карпоносов решили тренировать будущих олимпийцев. Однако в смутные 90-е они быстро поняли, что это возможно только в США. Вот он, дом звезд советского фигурного катания в штате Пенсильвания, в городе Астон. Время так мало, а когда оно есть? Ну, это, конечно, театр, это, конечно, музей, это, конечно, ну, как без магазинов, но женщина. Это будет ненормальное явление, если женщина не будет любить магазины. Ну, так сказать, family room, где можно посмотреть телевизор, отдохнуть, поговорить, обсудить, расслабиться. Это любимая елочка. Ежегодная, она примерно одинаковая. У меня записана система гирлянд, не записана система игрушек, но система гирлянд записана. Возможно, это не совсем женское занятие, но от камина меня оторвать невозможно. И тепло, и разнообразие, и каждая полина свой издает звук, и свой свет, и свой цвет, и свою игру пламени, и в зависимости от смены. Ну, что вы, невероятно. Эта комната носит такое специфическое название кисел край. То есть сюда приходят спортсмены. Кто-то ходит отсюда со слезами, кто-то, наоборот, с поощрением. Кого-то мы ругаем, кого-то хвалим. С кем-то встречаемся, спортсмены, с кем-то расстраемся. То есть она такая чисто деловая комната. Учениками Натальи Линчук и Геннадия Карпоносова в разное время были такие знаменитые российские фигуристы, как Оксана Грещук и Евгений Платов, Марина Анисина, Илья Авербух, Татьяна Навка, Анна Семенович, Роман Костомаров. Одна из моих самых любимых пар. Хотя они все мои любимые, я их все обожаю. Оксана Домнина, Максим Шабалин. Вот только единственная дочь прославленной фигуристов Анастасия не пошла по стопам родителей. Я пришла к родителям на кухню, поставила руки в боки и сказала, мама, папа, я долго думала, и мне кажется, что три фигуриста в одной семье – это перебор, и я больше кататься не хочу. Когда я была маленькой, мне хотелось быть спортсменом. И, наверное, в связи с этим я так долго занималась баллими танцами. Я занималась баллими танцами на протяжении 10 лет и, в принципе, показывала очень хороший результат. Вот она, моя красавица. Это медали нашей дочери. Наших медалей здесь нет. И дочь – это святое. Поэтому все бампела, которые она получала, знаки отличия, знаки почета за танцы – это все ее, мы очень гордимся. Я не знал, честно. Я тоже. Я просто хочу сказать, Ген, понимаешь, вот работая в Америке, я работала в Америке. Ну, вот я не работала там с чужими, я работала только со своими. Но все равно тоже приходят дети, приходят дети к тебе. У тебя там не происходит отбора. Конечно. Конечно нет. Ты работаешь на своем уровне с тем, кто тебя купил. Конечно. Вот и все. Но здесь самое главное, то, что вот наборы просто в ЦСКА в этом году вытоптали всю траву. Потому что идут тысячами. И уже есть отбор. И уже в зале их проверяют. И уже под музыку, как в хореографическом училище они ходят. Потому что на место было 10 человек. У нас из-за этой передачи приходят тысячи людей и приводят своих детей. Ты можешь открыть каток, ледниковый период уже большой. Да вообще-то уже пора. Арену ледниковую. У нас в проекте катаются только чемпионы. Сначала выиграй там, а потом придешь в проект. У нас только чемпионы. Чемпион Камера, Оксана Домин, олимпийский чемпион Роман Костомаров. Многократный чемпион Северный Штат в фамилии Петр Чернышов. Через гиджес-сюку пройдет и пойдет к вам. Это я даже сейчас громко говорю. Я понимаю, что вы шутили и иронизировали. Для тех, кто действительно себе придумал, что он может попасть сразу в чемпионское шоу. Сначала выиграй там. Это мечта сборников. Потом ты можешь действительно попасть. Ну а я скажу за артистов. Потому что, чтобы попасть в Ледниковый со стороны артистов, нужно в театральный институт каждый год конкурс по 10-15 человек на одно место. Это только в институт. Поэтому нужно только поступить сначала в институт, его окончить. А уже, может быть, потом тебя возьмет Илья Вербух в шоу Ледниковой. А я хотел бы сейчас... А я хотел бы сейчас... Маленький, я не знаю, есть ли это в сценарии или где, но мне, например, было очень приятно сейчас увидеть этот знаменитый дом. Правда, в вашей подводке было сказано, что я с Мариной Анисиной. Да, я действительно тренировался у Натальи Владимировны и Геннадия Михайловича с Мариной. Ну, конечно, больше всего и главные свои годы, 10 лет своей спортивной карьеры главных. Мы провели с Ириной Лобачевой, именно Геннадий Михайлович и Наталья Владимировна сделали из нас чемпионов мира, чемпионов Европы, вице-чемпионов Олимпийских игр, за что им низкий поклон. Я очень рад видеть здесь Геннадий Михайлович, спасибо вам большое. Передавать привет Наталье Владимировне вот так заочно и видеть действительно эту комнату, действительно комнату, в которую входили не единственные ноги. Оксана, а ты говоришь спасибо тренеру? Ну, конечно, безусловно, мы провели с Максимом Шабалиным два наших последних спортивных года. И, конечно же, это был такой запоминающийся период в моей жизни. И, безусловно, я хочу сказать не только Геннадию Михайловичу спасибо. В принципе, они не единственные тренера в моей жизни. И Горшкову Алексею Юрьевичу, да, и Федорову Хрине Филипповне из города Кирова. То есть это такой этап, к которому ты подходишь. Вот мы подошли с такими великими людьми и очень благодарны им. Но мы не поздравили вас еще. Я не видел вас после вашей свадьбы, которую вы сыграли в апреле этого года. Мы должны сказать, что как-то это состоялось. Вы решились на этот шаг. Хотите об этом поговорить? Хотите об этом поговорить? Нет, у вас все хорошо. Вот мы видим как раз сейчас фотографии. Фотсюм, как у меня. Помните, у меня есть один? Так точно. Слава тебе, господи. А вот. Ну, какие ставки у вас в семье «Кто победит» в проекте? Победит семья у них в проекте. В любом случае... Все в семью? В любом случае семья победит. Вы не знали, что они поженились? Я знала. На свадьбе не была приглашена. А потому что это была тайная свадьба, которая была... Это эксклюзивные фото, которые просто фотограф самостоятельно выложил. Поцелуемся все. Без чего-либо разрешения. Кто выложил? Фотограф. Фотограф, который работал на свадьбе, также вы, наверное, получили эти снимки благодаря этому фотографу, который просто... Ну, мягко говоря, совести нет у него, вот и все. Ну, это в свободном доступе в интернете лежат эти фотографии. Ну, потому что он их выставил без нашего личного разрешения, вот и все. Это так не делается. Слушайте, ну прекрасный пиар вообще, слушайте. Ну, первый канал показывает... Ну, мы же это делали не для пиара, мы это делали для себя, поэтому были немножечко разочарованы тем, что люди так поступали. Ну, ладно, такие... Кто победит в проекте-то? Ну, тебе, конечно, легче, потому что, знаешь, Иван с коврой сутки на коньках стоит. Ну, это ни о чем не говорит, на самом деле. Он вперед стоит, назад не стоит. Нет, сейчас уже стоит, а до этого не стоял. Вперед влево. Да, да, да. Поэтому, нет, Иван на самом деле прошел очень большой путь. Он ничего не умел, ничего не умел, кроме как кататься вперед и налево, поэтому... Но вперед зато сильно. Да, да. Ну, скорость был и есть, остается его коньком, поэтому дай бог, чтобы все сложилось у нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а вот вы приходите домой после записи программы, Оксана варит тебе, делает ужин. Вы обсуждаете там, вот сегодня Татьяна Анатольевна поставила меньше, больше, или у вас табу, вы заходите в квартиру и не говорите о проекте? Нет, ну почему? Бывает, конечно же, обсуждаем, и иногда бывают хорошие номера, о которых приятно поговорить, бывают номера, о которых и не хочется разговаривать. Конечно же, наверное, иногда и затрагиваем тему, может быть, оценок, там, кто чего получил, кто чего не получил, но это такая абсолютно... Ну, о чем нам еще говорить? В принципе, о фигурном катании, о ледниковом периоде, ну... А дочке? Уделяем, ну, а дочке, да. Дочка сама об этом только и говорит, когда проект, когда проект. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а ты-то вообще, когда встречаешь в... Кого? Ты-то кто? А мы сидим в Атты-то? Нет, я к Насте, когда ты встречаешься с Леной, ты что ей говоришь? Я Лене сказала, вот мы с Леной познакомились, впервые встретились, когда я приходила судить на ледниковый период, и Лена там упала, и я была очень расстроена, потому что, ну, правда, Леночка очень способная, я думаю, что все подтвердят мои слова, к этому прекрасному ремеслу, вот, и так стремительно научилась кататься, ну, и трудолюбие, конечно, сумасшедшее, вот, поэтому я поставила все 6-0, не заметив падения, потому что я должна была каким-то образом поддержать, ну, правда. Честные все. Все честные. Все честные, а достается мне только одной. АПЛОДИСМЕНТЫ Но ты до проекта стояла на коньках или нет? Нет. То есть вот ты пришла на лед? Да, абсолютно честно, впервые, никогда в детстве не развлекалась таким образом. Вот как-то так мне Илья позвонил, и знаю, естественно, об этом проекте давно, всегда любила, считала его самым интересным, самым творческим, самым красивым. И очень тоже захотелось попробовать создавать красоту, наверное, рискнуть, побороть. Отчаянность какая-то во мне проснулась, сама удивляюсь. Придалась? О, да. Но я главный, наверное, свидетель, вот эта самая первая тренировка, вот, посмотрите, ее везем, да, вот попытка поворота, вот она закончилась вот-вот. Это типа мы повернулись. Леночка колоссальный труженик. Вот, знаете, вот когда бывает даже... Вот мы многие труженик, а это гипертруженик. Это труженик в кубе, умноженном еще на квадрат, и снова куб, если так можно сказать. Такой самоотдачи со стороны звезд в проекте не убьют меня сейчас, когда я вернусь на тренировку. А я вернусь сейчас. Можешь помолчать? Такой преданности делу действительно не встречалось. Лена отдалась целиком, убрав вообще все остальные проекты из своей жизни на эти полгода, за что я очень признателен. В свою очередь, я буквально сразу, почувствовав в Лене этот гигантский потенциал, сразу не было вопросов, что ее надо ставить с Петром, потому что я чувствовал, что и Петя уже изголодался вот по такому варианту, когда он может абсолютно четко реализовывать себя и помогать реализовывать партнерши. Ты слышишь? Ты слышишь, что про мужа говорят? Петя пришел в августе и сказал, Татьяна Анатольевна, я говорю, Петя, с кем тебя Петь-то поставили? Он говорит, ну так девочка хорошая, ну вообще на коньках не стояла. Я изголодался. Я говорю, за что такое наказание? На самом деле не совсем так, потому что виден сразу прогресс. Когда человек одну тренировку едет вот так, а через три тренировки уже делает абсолютно основной шаг, в этом вся разница. И Лена это делала абсолютно четко. Через три тренировки 16 часов. Это не важно, сколько часов. Масштаб прогресса был очень большой. Лена, спасибо тебе большое. Спасибо. Да, она просто не нас. Как, конечно, я хотел бы крикнуть, здесь мало участников нашего проекта. Всем, вот знаете, вот начиная с первого сезона, слова благодарности за ту самоотдачу, за то самоотречение и за то обаяние и попадание в нашу творческую атмосферу, которую мы создаем внутри этого проекта. Вот всем, всем, всем. И вот, знаете, сейчас, уже завершая свой спич, влез туда, хочу сказать, вот за мной сидит Лена Саниславовна Масленникова, наш хореограф, работает всегда со мной. Лена Саниславовна, подсаживайте. Давайте к нам, Лена. Пожалуйста, идите. Спасибо большое, потому что, действительно, это труд людей, которые, ну, действительно, на это время самоотрекаются от многих вещей ради того, чтобы зрители сказали, а это мне что-то не очень, а вот это, да, это тронули. Лена, ну, раз уж вы с нами, скажите, что остается за кадром, что зрители не видят. Зрители не видят ничего. Зрители видят только верхушку айсберга. Это самую прекрасную, самую красивую, самую чудесную верхушку, которую мы показываем каждую неделю. Но за этим стоит столько всего. Если бы вы знали, какие страсти разворачиваются за кадром, сколько слез, сколько смеха, сколько труда, сколько травм, сколько терпения, сколько обид всяческих, но которые мы все это все переходим через этот Рубикон, мы идем дальше, мы их всех любим прежде всего. И сколько падений, давайте покажем, у нас есть нарезка падений, которые все-таки зрители видят. Внимание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите, что танцевал Жанной Фриске на проекте. Да, но, к сожалению, не с самого начала. Я замещал ее партнера, который, сейчас уже не помню, по каким причинам покинул проект. Вот, поэтому пришлось быстро подстраиваться. И, не знаю, мне кажется, у нас очень хорошо получалось с Жанной. Давайте посмотрим, как это было. Внимание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, что я очень хорошо катаюсь на коньках. Теперь уже, потому что, например, если я пойду на каток с друзьями, с подружками, могу сказать честно, я буду там звезда. Спасибо тебе, Макс. Тебе будет не стыдно. Да, мне будет точно не стыдно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, ты звонил, поддерживал Жанну? Сейчас я слежу, безусловно, за тем, что происходит с Жанной. Я знаю, что она вернулась. И очень все равно внутренне переживала и желал ей выздоровления. И очень рад, что у нее все пошло на поправку. Это замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Татьяна, не могу не спросить вас, какие у вас планы на Новый год вообще? Вы где встречаете праздник? Встречаем праздник. У нас чемпионат России. Проходит до 28 числа в городе Сочи. О! Да, у нас последние годы вот в Сочи. Прекрасно. А потом 28-го мы приедем домой. Я буду дома. В Новый год буду дома. Себе кто-то ко мне, может быть, зайдет. Ко мне приедет. Вовина ученица Владимир Всеволодович из Германии со своим сыном. Приедет еще одна ученица. Моя подружка, хореограф, Надежда Ильинична. Ну вот в такой вот компании договорились, что мы там со взрослыми нашими друзьями еще где-то ночью объединимся играть в снежки. Вот это программа вся. А первым же спать. Эля, это мы знаем. Как вы готовите замечательно, все про это знают. Ну я же готовила. Сейчас меньше готовлю. Стараюсь, но бесполезно пока. Но готовлю, знаешь как, не для кого. Вот так. Собака должна есть обычную еду. А для себя не хочется. Я раньше старалась или для вас, или для своих других учеников, не важно. Я старалась для своей семьи. А сейчас как-то, ну, так. Хотя я всегда встречаю Новый год с Вовиной мамой. Я еду туда. Я первый Новый год не еду. Я поеду до этого. И потом приеду уже к ней в феврале. Только что оттуда. Андрюш, я хотел просто добавить, сказать большое спасибо ребятам, потому что все прибежали с тренировок, и мы действительно одной большой командой. Хочу сказать, что это очень важно, быть всем вместе. Очень важно и сейчас, и накануне Нового года, действительно, чтобы мы все почувствовали единение, единение в красоте, в собственной силе, в собственной уверенности. Вы знаете, сегодня такой ностальгический вечер для нас. Вспоминаем проект Ледникова Первый. Я сейчас вспомнил, как первый самый эпизод, перед которым мы все безумно волновались, потому что это был главный вопрос. Это вообще кому-то надо? Это вообще на это можно смотреть или нет? И вот эта первая программа, когда мы собрались все в одном кафе, был большой экран, мы сидим, завершал этот номер, весь эпизод Марик с Таней. У них был такой номер, Чивава мы называли, и он весь был, весь эффект был в мыльных пузырях. Он такой в мыльных пузырях. И такое было какое-то, все как в мыльных пузырь. Вокруг так все раздулось, и было такое счастье. И раздался звонок Заня Константиновича Эрнста. И я вот, знаете, я летел, я разговаривал по телефону, он поздравлял, давал поддержку. Я не касаюсь земли. И вот когда мне совсем плохо, я вот пытаюсь вспомнить всегда этот разговор, потому что получилось, это вот перелом, вот это слово получилось. Я бы хотел всем нам в Новый год пожелать вот это ощущение, чтобы было единение и чтобы у нас получалось. Получалось идти вперед. Я хочу добавить, потому что сейчас я старший тренер сборной команды России по танцам на льду, недавно назначенный. У нас на этой неделе будет такой очень крупный турнир, как финал Гран-при. После этого чемпионат России, то, что ты говорила, Татьяна Анатольевна. После этого чемпионат Европы, чемпионат мира. Очень важный сезон, первый послеолимпийский сезон. И мне кажется, мы должны пожелать успеха нашим ребятам, чтобы они выиграли те титулы, с которыми их могут принять в ледниковый период. И как можно больше. И как можно больше. Ну, я, если честно, когда смотрю ледниковый период, я вспоминаю свои репетиции. Я же должен был участвовать в первом сезоне. Первый сезон. На четвертой репетиции с Анной Семенович, когда я должен был ее поднять, я, естественно, рухнул, понимаешь, на лед. Зато есть исторический плакат, рекламу мы делали. Да, где я, но у меня нет в проекте. Потому что я так и не дошел до даже премьерной серии. И я думаю, что же они творят вообще? Как они это делают и как они их поднимают и носят на руках. Поэтому... Спасибо большое за... Я тоже скажу. Я вот с Илюшей согласна. Это вообще мое самое любимое слово. Вот это. Когда идешь по борту, вот так рукой стучишь, и понимаешь, что это получается. У тебя в твоих руках сейчас очень много жизней. Даже и включая мое, чтобы... Да, чтобы у тебя... Потому что ты нас делаешь счастливыми. И чтобы у тебя получалось. И у нас. Получилось. И у всех. Поэтому давайте постучим по этому столу, чтобы у всех все получалось. Спасибо тебе большое. Я считаю, что сегодня важный исторический день в своей жизни. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»